Меня зовут Чиклин Дмитрий Евгеньевич, я директор Института Искусственного Интеллекта и Робототехники и Системной Инженерии Казанского Федерального Университета. Наш институт отвечает не только за работу в области робототехники и искусственного интеллекта, но и за всеобщее обеспечение образования в области так называемого технологического предпринимательства. Собственно говоря, одной из тех концепций, которые мы продвигаем, концепции, которые продвигаю лично я на протяжении 10 лет, является так называемое прогрессорское образование, которое можно также обозначить концепцией стрим, которые становятся особенно актуальны в современную эпоху технологического предпринимательства. Вообще необходимо сказать, что технологическое предпринимательство как феномен, то есть обеспечение массового выпуска стартапов, то есть компаний, которые создают новые продукты, в Российской Федерации поддерживается на правительственном уровне в рамках так называемой платформы университетского технологического предпринимательства, куда, в общем-то, обеспечивается и достаточно значительное финансирование, создание условий для развития стартапов, закупки для них оборудования, различные акселерационные программы. Тем не менее, у платформы университетского технологического предпринимательства есть очень большая проблема, которая связана, в общем-то, не с ней, а с самим объемом так называемой воронки, то есть того объема людей, которые в нее входят. Дело в том, что эта платформа прекрасно позволяет обучать молодых предпринимателей, которые уже ими, по сути, являются, позволяет более эффективно вводить продукты на рынок, более эффективно находить клиентскую базу, развивать свои бизнесы. Но проблема в том, что очень мало людей как раз молодыми предпринимателями, визионерами хотят становиться, и наша задача как раз кратно увеличить их количество. Основной причиной недостатка объема воронки является недостаточное качество как раз входящих кадров, то есть тех кадров, которые выпускают школы и потом выпускают университеты с точки зрения технологического предпринимательства. То есть эти кадры, они являются недостаточно универсальными, предприниматель должен быть универсальным человеком, который разбирается, что называется, одновременно во всех областях, при этом он должен быть достаточно инициативным, достаточно образованным, ну и вообще обладать значительным уровнем убедительности. Собственно говоря, для того, чтобы воспитывать такие кадры, нами была разработана так называемая концепция Stream в Кубе, которая является развитием известных методологий STEM и STEAM. Также сейчас кое-где внедряется методология, которая называется Stream Просто, которая основана на трех инновационных вещах. Всеобщем занятии робототехникой, всеобщем занятии различными исследованиями и разработками и, главное, включением именно чтения в образовательный процесс как основного вида потребления контента. На текущий момент в рамках платформы университетского технологического предпринимательства массово именно запускаются стартапы, которые ориентированы прежде всего на IT-область и область робототехники. Поэтому, собственно говоря, мы и ориентируемся на то, что ту воронку, которую мы сейчас пытаемся создать, она является именно максимизированной с точки зрения стартапов в области робототехники, а не каких-то других вещей, например, химии, биологии, чего-то остального. Поэтому мы сейчас говорим именно о нашей предметной области, которая касается IT, искусственного интеллекта и различных робототехнических систем. Как я уже сказал, мы развиваем так называемую методологию Stream в Кубе, но для того, чтобы понять, что это вообще за методология, необходимо понимать ее истоки, откуда она вообще произошла и что было сделано, что называется, раньше. Вот эту основную проблему, недостаточно качественное образование с точки зрения его универсальности и глубины, поняли во всех странах достаточно давно, уже, ну, по крайней мере, там 30-40 лет существует в различных видах концепции STEM, которая посвящена тому, что вообще все учебные планы, все учебные дисциплины делятся на четыре больших блока. Научные, технологические, инженерные и математические. Условно говоря, весь учебный план, вся нагрузка, то есть то количество дисциплин, которые читаются каждому в отдельности студенту, делятся на четыре одинаковых по часам блока, где в рамках первого научного им читаются фундаментальные дисциплины, в рамках второго технологического они применяют конкретные, известные технологические решения, которые уже были разработаны в этой области. Ну, например, там, допустим, инженер-конструктор применяет существующий САПР. В рамках блока инженерии он работает по конкретным проектам, в рамках блока математики именно обеспечивается сквозное математическое образование, потому что считается, что политехническое образование, а в общем-то концепция STEM относится именно к концепции политехнического образования, без математики мертвой и нежизнеспособны. STEM обеспечивает прекрасную подготовку специалистов политехнического профиля, Но у STEM есть ряд принципиальных недостатков, которые привели в мире к значительному снижению первоначальной популярности этой концепции. Я попробую эти недостатки точно так же обозначить. Дело в том, что несмотря на то, что в рамках STEM вы действительно очень глубоко исследуете дисциплины естественно-научного профиля, и математические дисциплины, и различные фундаментальные составляющие, прекрасно работаете по проектам, в рамках дисциплины STEM в принципе нет мест гуманитарным дисциплинам и так называемым дисциплинам soft skills. Это очень плохо. Например, если мы посмотрим современные исследования, посвященные как раз эффективности топ-менеджмента, то окажется, что непосредственно при продвижении по карьерной лестнице, например, то есть когда человек становится руководителем, начинает расти как руководитель, его первоначально технические навыки и образованность в естественно-научной сфере теряют ценность с каждым уровнем, как раз организационной иерархией, ну и сводится практически к нулю на высших уровнях иерархии, то есть условно говоря им требуется только понимание картины мира, но никак не разбирайтесь с того, как вот написать конкретный код. Конечно, бывают исключения, и эти исключения достаточно хорошие, но как бы я думаю, что никто не рассчитывает на то, что допустим тот же самый Илон Маск будет там сам калибровать там СОПу, там двигатель Раптора или делать там что-то подобное. Нет, это должны делать именно инженеры-специалисты, но не руководители. Поэтому STEM, он не рассчитан на то, чтобы выпускать руководителей, а платформа технологического предпринимательства непосредственно ориентирована на то, чтобы молодых руководителей развивать. То есть вот она уже первоначально не рассчитана на то, чтобы выпускать кого-то, кто будет работать чуть выше, может быть, чем линейное звено. Это первое. Второе. Образование, в котором нет гуманитарной составляющей, образование, в котором нет в такой общей философской составляющей таких предметов, как история, философия, логика, какие-то социокультурные вещи, там, истории искусств, ну, они являются чрезвычайно бедными для именно людей с так называемым дивергентным мышлением. Дело в том, что, в общем-то, мышление делится, если это очень грубо сказать, на два типа дивергентное и конвергентное, и руководителями становятся люди именно с дивергентным мышлением, это те, которые находят субоптимальные методы решения проблем, субоптимальные, да, но при этом имеют их много, условно говоря, если у вас не сработал план А, вы идете по плану Б, если не сработал план Б, быстро придумываете план С, как бы, ну, это и в этом есть предпринимательство, те предприниматели, которые не могут этого сделать, они, в общем-то, очень быстро свои бизнесы начинающие теряют, да, или те, в которые они пришли уже не начинающие бизнесы, тоже теряют. Поэтому, собственно говоря, STEM совершенно не предназначен для специалистов с дивергентным мышлением, поэтому они очень быстро в нем разочаровываются, из него уходят. И третье, ну, это сейчас мы перейдем уже к следующей концепции STEM, которая была, в общем-то, развита на базе STEM, это необходимость именно включения, как я уже говорил, дисциплин культурологического слоя, потому что, как показали исследования именно ведущих умов человечества, прежде всего, нобелевских ауреатов, ауреатов различных других премий, начиная там от Большого Букера, заканчивая премией Абеля и так далее, ну, действительно, то есть, вот это лучшее ему человечество, практически ни один из специалистов естественно-научного профиля не было такого, чтобы он не обладал существенными компетенциями в одной из областей гуманитарных. То есть, условно говоря, допустим, нормальный физик, который является известным в своей профессиональной области, является, например, или, допустим, музыкантом, или играет в шахматы, или рисует картины. Но здесь я могу привести пример моего любимого Уинсона Леонарда Спенсера Черчилля. В общем-то, после того, как его после Первой мировой войны уволили с позиции Первого орда от мировтейства на протяжении 10 лет, он рисовал картины, в общем-то, делал это вот очень неплохо и профессионально. Это соответствует абсолютному большинству тех людей, которые принимают решения. То есть, вообще, сам процесс принятия решения, он связан с формированием сложных абстракций в вашем мозгу, а сложные абстракции в мозгу невозможно сформировать, если вы не заниматель, не интересуетесь какими-то, что называется, вопросами искусства. Это может быть музыка, пение, опять же, повторюсь, рисование картин, скульптуры, все, что угодно. Даже, что называется, художественное вырезание по дереву, но, тем не менее, нет таких людей. Нет, вернее, такие люди есть. Это исключение. Мне, например, неизвестно о том, чтобы тот же самый Перельман, который решил одну из проблем века, занимался чем-то таким культурологическим, но это, скорее, исключение, чем правило. Например, тот же самый, допустим, Алан Тьюринг, он профессионально занимался спортом, больше, например, марафон, он пробежал всего на 8 минут медленнее, чем чемпион 1945 года по пробежке марафона. В смысле, чтобы вы понимали, спорт – это тоже искусство. Спорт – это тоже искусство в какой-то мере, но иногда в очень даже большой мере. Давайте попробуем сказать, что художественная гимнастика не является видом искусства. И поэтому, собственно говоря, пришел достаточно разумный вывод. А давайте-ка мы введем блок именно, что называется, культурологический именно искусств в рамках концепт-систем. Добавили блок арт, но дело в том, что все проблемы-то тоже не решило, но по одной простой причине. То есть понятно, что гении являются специалистами во многих областях, но совершенно не факт, что специалисты во многих областях должны являться гениями. В рамках концепции стим очень сильно повысилась удовлетворенность обучающихся, потому что они не чувствуют себя, что называется, уже обездоленными. Снизилось количество времени, уделяемое другим блоком, поэтому немного понизилось количество, именно количество часов, и поэтому интенсивность подготовки по этим предметам. Но это компенсируется тем, что у людей, по сути, возникает именно время для, в некотором роде, интеллектуального досуга в процессе обучения, ну и как бы это очень хорошо. Тем не менее, необходимо сказать, что в рамках концепции стим осталось, к сожалению, первоначальное родимое битно стема, с которым вообще стем создавался. Дело в том, что концепция стем, она вообще началась в тот момент, когда появились новые виды усвоения контента. Ну, условно говоря, чтобы вы понимали, да, для детей в викторианской Англии был чрезвычайно популярен запрет на чтение, потому что считалось, что чтение, цитирую, размягчает мозги детей, да. Вот. На самом деле, чтение, как доминирующий вид потребления контента, он был таким доминирующим до где-то 60-х годов XX века, а потом появился видеоконтент. И с появлением видеоконтента появилось предположение, что одновременное усвоение именно видеоряда позволяет повышать качество навыков, которые из-за этого возникают, потому что людям не нужно формировать в своем мозгу абстракции, вот им, пожалуйста, объяснять, как все это делать, тем более, если это касается политехнических дисциплин. Гипотеза, она, конечно, интересная, как, в общем-то, время показалось совершенно не так. Мы сейчас вот пришли к так называемому клиповому мышлению у большей части современной молодежи. То есть, условно говоря, ориентирование на основной вид видеоконтента как формата предоставления данных, он привел к астрофическим последствиям. Современные, в общем-то, учащиеся часто не способны сосредоточить свое внимание вообще, в принципе, больше, чем 15-20 минут. В общем-то, это стандартная длительность ролика на YouTube или в так называемом TikTok в совокупности роликов. Это первая проблема, то есть, невозможность длительного сохранения внимания. Вторая проблема, да, наверное, видео в каких-то случаях оно более понятно. То есть, вам не нужно додумывать, вам все показали, вы точно так же сделали. Ну, я, например, считаю, что видеоконтент возможен только для того, чтобы обучать максимум специалистов рабочих профессий, потому что в рамках видеоконтента вы можете передавать исключительно малый объем информации. Ну, я объясню, ну, даже вот записали вот в лекцию полутора часа, это не 20 минут, это получается у нас вот там 6 отрезков, не 6, 4-5 отрезков по 20 минут зависит от того, какой длительности лекции, да. Ну, и что? Ну, во время лекции вы записываете 6-7 страниц текста. Ну, получается, за даже полтора часа вы можете там записать, прочитать, изучить 6-7 страниц текста. Ну, это ничто же мало, потому что, например, квалифицированные специалисты могут прочитать, ну, действительно, в высокой степени квалификации, независимость от своей предметной деятельности, опять же, от биологии и робототехники, в час до нескольких десятков страниц. И даже если каждая статья будет всего по 7 страниц, ну, условно говоря, эквивалентно вот этим полутора часам, это означает, что сама по себе производительность и емкость чтения как вида потребления контента в десятки раз выше, чем потребление видеоконтента. То есть те люди, которые работают с видеоконтентом, они априори являются менее конкурентоспособными, значительно менее эффективно потребляют информацию, чем те люди, которые привыкли читать. Концепция Steam стала развиваться дальше. Буква R, которая туда добавилась во всем мире, означает reading, то есть чтение, то есть как раз то, о чем я сказал, что люди стали буквально 10 лет назад спохватываться и пытаться понять, как сделать так, чтобы люди, вот их обучающиеся, снова стали читать. То есть вот в концепции Stream говорится о том, что доминирующим видом контента должно являться именно чтение. Мы создаем концепцию именно Stream в кубе, которую называем так называемым прогрессорским образованием, почему мы его называем прогрессорским образованием. Были такие замечательные произведения цикла «Полдень, 21 век» Аркадий и Борисов Стругацких, которые показывали, куда может двигаться человеческая цивилизация в том случае, если она будет вестись действительно специалистами высшей квалификации, которые, что называется, гармонично развиты во всех направлениях. И эти специалисты у Стругацких назывались прогрессоры. То есть это те люди, которые в одиночку могут изменить курс движения целой цивилизации, ну под цивилизацией имеют народ, там условно говоря, большую социальную группу, и сделать это благодаря своей гармоничной развитости, начиная от моральных принципов, заканчивая знаниями в ядерной физике. Вот именно таких специалистов мы считаем необходимо развивать. Во-первых, необходимо читать, я об этом уже много раз говорю, я не буду повторяться. Во-вторых, необходимо брать универсальную дисциплину для политехнического образования, которая позволяет в себе объединять все аспекты, что называется, и работы с абстракцией, и работы с железом. Такими дисциплинами являются именно, прежде всего, робототехнические предметы. Когда вы разрабатываете роботов, вы в любом случае и работаете руками, работаете с математическим моделированием, и делаете какие-то цифровые двойники, и паяете провода, и пишете код. То есть, это, в общем-то, сквозное политехническое образование в рамках единого проекта, как оно есть. И, наконец, третье, мы считаем принципиально важным в рамках третьего R, это writing. Обеспечить не только чтение, но и письмо. То есть, люди должны максимально конспектировать то, что они делают, и выполнять максимальное количество работ, в которых они обеспечивают написание собственных текстов, потому что формирование сложных текстов приводит к образованию в мозгах сложных цепочек нейронных связей. Это не мой домысел. В общем-то, большие лингвистические модели представляют собой ничто иное, кроме как аппарат для написания и воспринятия сложных цепочек текстов. То есть, в общем-то, в данном случае становится понятно, что большие лингвистические модели привели к своим успехам, именно потому что они смогли изучать большие объемы текста и писать большие объемы текста. Именно поэтому, в общем-то, они сейчас ведут себя фактически как разумные сущности. Но давайте будем, что называется, тоже себя вести как разумные сущности. Это очень сильно нам поможет. Нами, в частности, для вот этого нового политехнического образования был разработан достаточно универсальный набор предметов, который включает в себя как предметы политехнические, так и универсальный блок, так называемый soft skills. Soft skills — это блок, который нужен не только специалистам, который нужен прежде всего руководителям и вообще тем людям, которые работают с людьми и хотят доказывать, в общем, свою точку зрения. В него входит все, начиная от ораторского искусства и заканчивая историей технологий и способами построения как раз от команды. Здесь представлены как раз больше уже политехнические дисциплины, которым мы считаем чрезвычайно целесообразным вводить даже не только уже на уровне вуза, но еще на уровне школы, специальных инженерных, политехнических классов, где-то приблизительно седьмого класса. И тогда мы действительно уже на входе вуза будем получать достаточно подготовленных, хороших ребят, которые будут готовы к очень быстрому и эффективному прогрессу в различных направлениях. Конкретно в рамках концепции Stream был организован наш новый институт, институт искусственного интеллекта, робототехники и системы инженерии. Опять же повторюсь, это прежде всего образовательные методологи, в рамках которых мы создали, с нуля создали абсолютно три образовательных программы. Это, я их, собственно говоря, представляю, разработчики и когнитивных систем, архитекторы интеллектуальных транспортных систем, роботизирующих платформ. Это все, что касается беспилотной техники. И непосредственно робототехника, искусственный интеллект. Это три совершенно принципиально разных трека, но в которые встроен один и тот же бокс of skills, в которых обеспечивается именно как раз работа по представленной нами концепции Stream 3, где первый бок — это чисто программисты, программисты, которые, что называется, разрабатывают эти большие лингвистические модели системы машинозрения, машинобучения. Вот это вот все. Второй бок, он касается именно беспилотников, их всех видов и размеров, начиная от подводных, наводных, наземных, воздушных, космических. А третий, робототехника, это, в общем-то, все другие роботы. Как бы доминирующее количество роботов в мире на текущий момент нет. Это не беспилотники, это индустриальные роботы различные, которые работают с людьми на заводах, в кафе, на различных промышленных объектах. То есть, как бы, это как раз классическая робототехника, которая в мире как раз вот началась развиваться в 80-е годы с приходом четвертого как раз индустриального уклада. На этом все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok